Что делать в Монако? Конечно, известно всем. Казино, променад, гран-тур по Лазурному берегу. Ну а если приехать в Монако и пойти в музей? Ну, смотрите, насколько это хорошая идея. Если бы кто-то предупредил, что в Монако на самом деле очень тяжело ориентироваться, и если ты пытаешься выйти с одной улицы, пойти в пункт под названием Вилла Палома, а затем вернуться в точку, из которой ты вышел, я бы не поверила и сказала бы, что просто нужно быть внимательней. Ну, почему-то у меня, не выходит я уже час, буквально хожу вокруг того и того же места, а цены мои ошибки слушают. Постоянные подъемы по лестнице, потому что не везде есть лифты. Очень горный город. Только что остановилась машина, и женщина позвала на помощь. Я думаю, что же у нее стряслось? А она, видимо, приняла меня за жительный смынок, и спросила путь до океанографического музея. Но проблема в том, что я не могу найти эту виллу Палома. Я, конечно, пытаюсь разобраться по порте, но, тем не менее, видите, это достаточно тяжело. Так, где моя лестница? Я не просто снимаю, гордая, но пытаюсь показать размер трагедии. Наверное, не лучшая идея подниматься и говорить что-то на видео, потому что это вдвойне тяжело. Но, тем не менее, я возвращаюсь к лестнице Касталеретто. Почему-то мне кажется, что местные жители, скорее всего, ездят на своем транспорте в любом. Туристы, видно так, которые приехали и либо ездят на такси, потому что вряд ли здесь можно пройти так много, либо ходят, как я, и теряют. Между прочим, я, конечно, пошутила про лестницу, но не знала, что это окажется действительно правдой, потому что впереди сейчас покажу еще что. Я нашла лифт, поэтому подожду. В первую вижу лифт, в котором есть минус 10 этажей. То есть я сейчас нахожусь на самом высоком. Только я хотела записать видео и сказать о том, что, похоже, я сегодня не попаду в музей, ничего страшного. Я пойду дальше погуляю, как выхожу, и вижу перед собой, что он здесь. А это скульптура Жанна Дюбефе. Возможно, так выглядит всякий, пришедший сюда прямо с берега моря. Только волнительное это лицо. На самом деле, надо спешить, потому что музей же работает до шести. Это я и другие посетители. Мне кажется, что я единственная студентка, которая зачесалась. Потому что не всем спасибо. В музее, конечно, нельзя снимать, поэтому несколько слов о самом художнике. Том Вейсельман – один из известных художников американского поп-арта в 60-х годах. Он отказался от абстрактного экспрессионизма в пользу классических сюжетов и обратился к обнаженной натуре, пейзажу и натюрморту. Том Вейсельман создавал произведение в духе иронии над обществом потребления.